приветствую всех у себя на канале у микрофона как обычно я стриж и это новое видео на проекте my home rb в gta сам в прошлом видео я говорил что мы взяли лидерку фбр и также в прошлом видео я говорил что вам покажу ситуацию с рейдом фракции болди видео должно получиться интересным поэтому я вас попрошу заранее поставить лайк подписаться на мой канал если вы еще не подписаны потому что для меня это очень важно я очень сильно хочу 10 тысяч подписчиков ну и я вас приглашаю играть со мной на my home rb промокод хэштег стриж если вы активируете на третьем уровне вы получите 5000 вертов и випку на 7 дней все подробности об этом проекте будут в описании под видео ну и всем приятного просмотра все началось с того что мы просто приехали с ним поговорить просто поговорить мы не хотели его как-то арестовывать задерживать или делать еще какие-то действия с ним просто хотели с ним поговорить на одну тему но болди посчитал иначе и начал вооружать армию своих подписчиков как я понял что это будет сопротивление к нам сначала вышел из здания один парень потом забежал обратно и потом они продолжали нас попросту игнорировать но тут уже понятно что это скорее всего будет сопротивление тут и гением не нужно быть и поэтому мы сначала запросили помощников шерифа кстати помощником шерифа мы еще вернемся потому что там вообще ситуация мега смешная ну и пока приезжали помощники шерифа болди также не хотел нам открывать дверь и продолжал вооружать свою армию подписчиков скажу вот честно от себя я не знаю почему болди играет какие-то кринжовые фракции вот серьезно мы хоть болди и друзья но я выскажусь в этом видео о его фракции я не понимаю зачем так делать зачем из каждой ситуации разводить какую-то шот ситуацию вот если без шуток то у болди что не ситуация то там постоянно фигурирует оружие я конечно все понимаю типа my home и так далее но все же если болди так дальше будет использовать оружие повседневно то фракция фбр полиция и другие фракции также будут использовать оружие против него потому что это обычное дело и все хотят обезопаситься ну да ладно возвращаемся обратно к нашей ситуации мы уже запросили тогда группу спецназа которая во время приехала за это время мы уже успели отцепить сам дом и во время это все операции даже произошел большой конфликт между нашей фракции и фракции лссд вернее помощниками один из наших спецназовцев вытолкнул лссдшника за цепление чтобы он якобы не мешал также он его послал далеко и надолго словесно а там слово за слово ну и сами понимаете мы же селедка пытались этот конфликт как-то мирно урегулировать войси но нас почти никто не слушал и было принято решение что будем разбираться до уже после ситуации когда все успокоятся многие из агентов которые были на этой ситуации участвовали в конфликте получили выговоры ну а что там было с помощниками так никто и не знает ну и теперь переходим к самому интересному это момент рейда фракции болди точнее этого дома блять они заложников расстреляли нахуя вы блять нахуя дебилы нахуй да блять хаешку бросили дебилы ебаные они хаешку бросили наши баррикады там сделали тоже крыша сипом не пройти не проехать нахуй ну зачем надо создать зашло блять а тут назревается продолжение конфликта фбр против лссд когда в дом зашли уже помощники наши агенты фбр решили их надеть в наручники что является полным нарушением закона так как ни один федеральный агент ни один полицейский не вправе на месте арестовать другого человека находящегося при исполнении конечно же после этой ситуации мы объяснили нашим ребятам что так делать нельзя и вообще не надо и в дальнейшем вестись на провокации также не нужно 2 открыли наконец-то открыли то блять какой дверь нормально открыли на это невозможно на хуй в район хорос то не понял болди застрелся так что туда даже было не пройти с их то стороны может вылезти было легко но с нашей стороны залезть туда было очень тяжело как минимум из-за того что это игра 2004 года и когда там лежат тела у них остается хитбокс который мешает пройти и единственный проход который был этого вход от этого холодильника этот с трудом тоже да и вообще со стороны болди это был странный мув запираться в этой комнате потому что патроны у него все-таки были не бесконечные и рано или поздно ему все-таки пришлось бы сдаться короче вот такие вот дела ну а теперь переходим к самой смешной ситуации со стороны лссд мы приехали на место мероприятия чтобы прогуляться посмотреть что происходит к нам подбегает все бои со словами стоять нахуй ну я такого общения не оценил и сказал ему сам стой а мы пойдем дальше я играю с лаунчера и бронежилет фбр он виден для всех кто тоже играет с лаунчера и даже несмотря на это эти помощники нас просто расстреливают на месте без какого-либо предупреждения или попытки задержания и причины якобы для моего расстрела это то что я предоставлял опасность хотя я даже не сопротивлялся не держал в руках оружие но зато предоставлял каким-то образом опасность при этом я находился в бронежилете фбр а знаете что сказал ассистент шерифа все на эту ситуацию то что бронежилеты фбр можно купить на авито замечательное руководство фракции лссд если что униформу лссд тоже можно купить на авито для тех кто не в курсе либо же на каком-нибудь алиэкспрессе в общем вот такие вот дела происходят на май хом рп я очень сильно надеюсь что этих севовцев расформируют самого ассистента шерифа сниму с его должности потому что он некомпетентный не справляет своими задачами ну а вас я приглашаю играть со мной на май хом рп во фракции фбр правда заявочки пока что еще закрыты потому что и так пока что достаточно народу во фракции пишите также комментарии что вы думаете об этих двух ситуациях будет очень интересно почитать это был проект май хом рп у микрофона был я стриж и всем пока